приветик большой приветик всем всем это я оля из греции а вы на моем канале флауэр терапия цветочная терапия видите жарко солнышко чуточку скрылась за облаками но она сейчас выйдет а я буду жарится а вы будете на меня смотреть и ну завидовать по-хорошему вы вы кто ждете жару она у нас тут она пришла она останется надолго и мы будем терпеть что поделать но сегодня болталочка посадочка или же посадочка и болталочка пронимаемся ой 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 если пролезу будет хорошо так все пальму надо уже обрезать мешает нашла место спрятаться вроде как волосы не собрала потому что только помыла они у меня еще не полностью не высохли так растюшки что пришли мне на подарок так подарок не на подарок вот вот солнце вышло опять откуда-то лучи пробираются но ничего приготовила горшочки застелила где много дырочек вот это вот специальную что я стилю пролетела птица дренаж везде готов дренаж все растения мыты обработаны все вам показала для декора растения будем пересаживать начиная вот сперва попавшийся ну не сперва попавшийся кто ближе ко мне так это у нас ферро кактоз так тут не понадобится мне ничего таких вот колючих один такой вроде бы это может даже обойдусь и без без перчаток потому что ну очень жарко очень ну представь 28 градусов вот так уже несколько дней и знаете когда дует то ничего как-то еще более-менее сегодня в этот ветра почти нету ну хорошо что нету потому что я ждала чтобы посадить наконец-то сделать это видео сделать посадку нормальную ну когда нету ветра очень-очень жарко со корни пересохшие ужасно когда они теперь нарастут я не знаю но в общем выбрала горшочек на выраст не знаю себя делу правильно честно говоря дефицит на горшочек у меня как всегда не могу найти горшочек где мне закупить надо мне договориться какие я хочу не нахожу вот какие не хочу есть вот в общем вот так вот чуточку корешки там расправлю и какую-то тему для болталки я как всегда ничего не придумываю не думаю до этого что придет в голову по настроению знаете настроение такое не могу сказать такое прям ну вот стопроцентная да такое вау ну нормально все равно нормально я видимо уставшая скорее всего невидимая уставшая много чего делаем и уже сильная жара она тоже от нее устаем еще могу вам сказать что замечаю заметила уже вот больше недели что начинает аппетит чуть-чуть вот у меня и так он не очень на еду на еду на сладости всегда есть аппетиты совсем есть уже не тянет вообще почти ничего из горячих блюд могу сказать вот так потому что ну жарко сейчас надо придумать все такое легкое все такое не горячее ну и не холодном виде есть в общем тяжелая еда сейчас совсем не подходит мой муж тоже из-за желудка не может не как сказать не принимает его желудок тяжелую еду сложную какую-то что-то такое знаете полегче и вот не всегда вот проблема обычно летом что есть ну пока пока проблема это для меня для мужа скоро не будет потому что скоро начнутся различные фрукты а скорее всего он ждет арбуз вот могу сказать что бывает вот тут что бывает летом саму жару когда мой муж приходит с работу уставший он работает на заводе и там очень жарко очень жарко и в том районе очень жарко зимой холодно а летом там очень жарко вот он приходит вареный вареный кушать не хочет пьет пьет и там пьют на работе очень много им привозят воды пить холодной всегда конечно сколько хотят и дома он не хочет есть он хочет что-то такое маленькое может там хлебушек с колбаской сырочком и холодный арбуз у нас постоянно арбуз холодильник он хочет есть только арбуз ну и как сказать и пепони ты кто и нет не тыква ой всегда забываю если круглые желтый поняли такой тоже любит ну тут они не могу сказать что очень очень вкусный как у них там где они жили были очень вкусные но арбузы хорошие и вот он предпочитает хлеб с арбузом или какие-нибудь сухарики с арбузом сыром сыр твердый какой-нибудь греческий национальный сыр фета вот такое вот и честно говоря я тоже могу сказать небольшой любитель фруктом чтобы знаете очень много есть но когда жарко ничего не тянет и самое главное что еще тянет это все уже когда спадает солнце поздно а получается есть а потом ложится тоже неправильно ну большинстве летом рано не ложимся все таки мы допоздна тут копошимся сидим что-то делаем после арбуза у нас бывают семечки вот так мы делаем это по по старинному тому той привычки еще с казахстана семечки щелкать сидеть болтать что-то смотреть мы телевизор мало смотрим но летом и включаем youtube находим какой-то юмор или какие-нибудь интересные не знаю программы какие-нибудь мультики такое вот там больше нравится когда мы вместе смотрим когда мы вместе когда я отдельно это у меня там уже другие предпочтения вот и вот так вот проходят вечера и потом вот уже ложимся спать даже не идем скажем зал смотреть телевизор или сидеть на диване или лежать неохота как-то мы это делаем на улице потому что прохладно меня едят комары мужа не едят ему хорошо ничего рассказала вам вот так в общем ну я уже активно ем мороженое я долго ждала потому что у меня горло легко очень болит у меня гланды с детства у меня легко заболевает горло и не только гланды и само вот горло стоит чуточку холодненькая все она у меня болит не сильно но учит так мешает и я вот жду чтоб совсем вот потеплела и начать кушать мороженое ну потихонечку я ела вот уже три три или четыре раза я ела мороженое даже на дом я брала уже схряпала все вот и мне постоянно что-то тянет мороженое а я не знаю если вам говорила были такие года много лет подряд это было несколько лет назад лет сейчас я вам скажу даже еще когда мы сюда переехали вот скажем три года назад и до этого еще наверное лет пять шесть представьте целом я ела почти не ела мороженое летом не не тянуло есть мороженое я его всегда любила с детства конечно же и даже искала его и зимой бывает хотя боялась от горла я не ела совсем мороженое совсем могла за лето одно или два но это не считается одно мороженое или два за лето это ничего так же согласен согласитесь согласитесь вот я тогда даже удивилась как так ну понимаю летом не тянет сладкое какое-то скажем знаете какие-то тортики такое да ну мороженое нож прохладно нет не тянуло даже и мороженое вот а сейчас тянет ну мне это нравится с одной стороны конечно что у меня что я возвратилась что я та оля которая любит мороженое тянет ее и есть я об нем думаю и до мечтаю вот когда там поедем куда-то и купим какое-то потому что я не любое мороженое имею ввиду которое можно купить вот в любом магазинчике я предпочитаю вот специальные мороженое которые не везде и я держу свой аппетит для них и когда я знаю что выйдем и будем тех местах скажем где то мороженое которое мне нравится ой я такая довольная вот сегодня вот такой вот день намечается так что из-за мороженого стоит надеется на лучшие вот второй кактусик посажем мамиля речка я сделала грунт уже несколько дней назад кактусики мои ждали за ветра я ничего не могла посадить дело снимать видео вот опрыскивала чуть корешки чтобы они совсем не не мучились вот но все равно все подсохшие пересохшие подготовила много земли потому что я еще кое-что пересаживала еще у меня есть ну это решила я вам на камеру сделать так как бы меня попросили остальные разрешите мне делать наедине потому что это все занимает очень много времени а у меня времени нету много всего ли в это время года вот сейчас же не зима сейчас весна самое активное время года для оли и не только для оли вот ну что вот такие вот в общем дела так примерно сказала уставшая от усталости как-то знаете надо много делать мне не могу много делать вот ну потихоньку конечно делаю там огородной зоне конечно я еще ничего не сделала я возилась тут со своими растениями у меня уже почти каждодневные поливы некоторые растения поливаются каждый день кто-то поливается через два дня вот так вот кто-то раз в неделю я знаю какие кому как надо вот и занимает это конечно много времени ну я еще вы знаете я по обедам стараюсь спать хотя не всегда получается ну вот тоже отнимает время хотя в обед жарко что делать ну вот сейчас тоже обед а я решила пересадку да признаюсь спать охотно ничего ладно завтра в обед посплю вот а потом намечается еще какая-то поездка как по каким-то в общем покупкам что-то надо купить и посмотрим а пока вот так вот с вами будем болтать надеюсь вам не скучно вы хотите мои посадочки или пересадочки болтал очки вам нравится вы просите я удивляюсь как они вам не надоели когда вы мне очередной распишите а мы ждем посадку болталку я удивляюсь думаю ну не надоело же вам и что вам интересно моя болтовня никудышня я даже никакую тему не придумываю вот просто говорю как есть видимо вам и просто просто моя болтовня тоже нравится я не знаю так о чем вам еще сказать муж тоже очень много работы тоже уставший в такое время года всегда много работы до пасхи после пасхи вообще перед всеми праздниками и перед каникулами вот по субботам работает не выезжали уже вот сколько времени никуда последний раз на какой выставке мы были все никуда не выезжали у папы не было долго к нему хочу тоже вот хочу и надо и ждет вот так что завтра мне надо что-нибудь приготовить угостить папу я всегда стараюсь что-то сделать бывает как знаете спонтанно мы как-то не рейму ну не программируем и получается у нас выехать и я не могу не успеваю или не готова в общем что-то ему приготовить что-то своими руками имею ввиду домашнее там какую-то еду или какой-то там сдобу что-то куплю купить всегда можно но я хочу что-то сделать своими руками угостить его папа мой питается хорошо магазин и там есть научился варить кое-что умеет делать самое главное супы он умеет делать вот он их любил всю жизнь любит и научился их и делать вот слава богу все сам себя обеспечивает ну обслуживает ну я пойду там по убираю пообщаюсь знаете для меня не важно столько как вот папе там убрать постирать там да сделать разное как больше пообщаться побыть с ним ну все-таки папа же не вечный да не долгожители у них в роду ну охота еще пообщаться и охота и вообще почаще бы виделись почаще бы побольше бы беседовали в общем проводили время чаще вместе ну вот так вот слаживается не получается у меня тут целое хозяйство мне нелегко все это бросить и уехать ну вот так папа сюда не приезжать ему тут не комфортно если у вас есть такой вопрос и вы не задавали вам отвечала он привык там у себя дома у него свои знаете свои привычки поседневные каждодневные у него все по графику расписано какое-то время встает там такое-то время там скажем ест пьет кофе там какое-то время идет там хлеб купит пообщается там не знаю со своим соседом посмотрит какую-то передачу и вот все у него каждый день у него знаете программа и все по часам распределено все точь-в-точь и он не хочет менять свою рутину не то что менять ну вот вообще мы даже на два-три дня ему не не охота этот отпускать вот эту вот свою свою свои привычные привычную рутину я это понимаю потому что и мне не нравится а пожилым людям это еще еще сложнее и когда не спишь не в своей постели там и вот все не так знаете и телевизор даже не такой вот у моего телевизора экран большой лучше видно у вас не такой даже в даже это вроде как проблема ну понимаете отмазка да вот так что надеюсь увидите папу если успею и что-то прибрать убрать посмотрим как получится во сколько попадем потому что ну мы когда едем к папе не только папе едем мы еще и заезжаем в разные места вот вот так в общем вот так вот примерно вот такие вот у меня мысли а тут все как было слышу барашек проходят наверное уже ворачиваются скорее всего они уже ворачиваются поели раз обед в это не позже ворачиваются да так все посажен корешки маленькие это хиноцериус корешки очень маленькие так что вы все шатнуть вот с места отойдет надо будет аккуратненько далее ой видите я его могу руками держать потому что колючки вот такие открытые так что тут вообще корней нету вот самые плохие корни у ней вот так а горшочки как я искала пришлось кое-что менять местами перекидывать в другие чтобы подобрать горшки этим представляете ну проблема то земли нету то горшков нету то еще что-то дальше что еще ну после этого видео скорее всего уже на следующей неделе я не хотела что подряд я вам показала два видео распаковка значит посылок и так что оставила на следующей неделе видео которое этот распаковки посмотрите посадка не будет потому что я посадила уже сколько ждать невозможно вот и что еще будет ну посмотрим какой-то может сюрпризик для вас и наверное начну показывать муж какие-то коллекции конечно же цветущие кактусы как сериальчик же будет все таки ну как без этого нельзя пока цветут буду показывать вот посмотрим посмотрим надо на море пойти за как прогуляться к я какой-нибудь день это организую просто у нас и бездомные собаки очень много бегают и вот я из-за них я заком далеко не выхожу только тут вокруг дома как-то вот тут вокруг нападают эти собаки и я и он не я его не могу просто защитить он он не маленький взять его на руки не не будет сидеть на руках когда другая собака бежит там нападает скажем примерно ли гавкает это проблема честно говоря для меня так мы гуляли раньше прелесть так я его прям вот видите как витик завернула вот корней вообще нету одна кочерыжка надеюсь что она растит недолго и побыстрее вот ну я сама соскучилась по морю не то что купаться как просто погулять посмотреть подышать так разуться и походить по песочку вот это я хочу больше всего окупаться я буду еще в июле хотя себе обещаю что в этом году каждый год обещаю обещаю что буду больше купаться потому что это полезно а я этого не делаю не делаю это очень хорошо очень полезно море возле а я не люблю купаться не люблю море нахожу отмазки не тянет вообще вот как не тянула бывало несколько лет есть мороженое так мне не тянет идти купаться ну мороженое то ну не обязательно его есть а вот купаться полезно так вот этого колючки чуть-чуть и такие другие но тоже можно тоже корешки видите какие ну совсем нет ничего так чуточку чуточку наберу земельки не уходите с экрана смотрите на мой сад так все я вернулась вот и как-то вот так вот пройдет и лето окупаемся может куда-нибудь съездим поблизости далеко мы себе не можем позволить и и самое главное что все было хорошо так какие-то какие-то планы вот такие вот знаете я никогда не строю потому что у меня никогда и почти ничего не получается очень трудно хотела вот какие-то поездки осуществить не дальние такие на один день куда-то да вот так вот съездить есть места красивые есть и хотелось бы кого-то увидеть куда-то поехать надеюсь это получится надеюсь получится и если куда-то поеду и вам что-то показать что-то другое а то одно и то же вам показываю вот и развеяться обязательно хотелось бы пойти в какой-то театр очень хочу в театр очень хоть раз в год можно человеку пойти в театр наверное можно нужно далеко все от нас вот ну я хочу ну посмотрим как получится потому что у меня время больше мужа времени нету ну как-то надо в общем это тоже сделать жизнь проходит не только сад не только дела не только работа надо обязательно на себя тратить время ну у нас это мало получается ну ладно я не жалуюсь просто говорю как есть ну вот так вот а вот зато мы тут хорошо на природе живем спокойно лечим нервы которые были больные ладно вот и потихонечку потихонечку и делаем и другое разное вот как я обычно говорю все равно я счастливый человек хотя в моей жизни было разное есть у людей похуже если человек хочет найти жаловаться найдет на что жаловаться а если человек хочет радоваться найдет за что радоваться потому что и то и то у нас есть и так и так же и в моей жизни и я радуюсь одним я не рада последнее время нас замучили замучили посоветуйте пожалуйста вот эти вот каракаксис как их сороки это что то их много сколько они живут как быстро они размножаются почему их столько много как от них избавиться я не говорю что я поубиваю их нет или отравлю нет какой-то способ что подпугивать их от моего сада проблема не то что в саду они залетат не в беседку они залетат не в тепличку они вот тут видите кактусики вот тут вот стоят маленькие они могут прийти ковыряться вытаскивать они же клювы большие они умеют это делать вытаскивают маленькие растюшки которые только на укоренение посадила даже уже укорененные просто переворачивают горшки ну это невозможно я постоянно выхожу гоняю их закурит кричит они такие наглые наглые и я раз это делают мне представляют что и у других ну я знаю другие не занимаются цветами как я вот такого нету но все равно я знаю что они многое делают вот скажите посоветуйте что-нибудь пожалуйста ну вот невозможно от них просто невозможно я знаю что это не весь год так ну они тут бывают периоды когда они вот такое больше делают они никогда не могу сказать что какое-то время они исчезают совсем нет просто сейчас их очень много и невозможно его растение как раз таки вот вышли из степлиц такого вот и они меня их портят как вот я не знаю что делать мы пробовали и раньше и вот эти вот диски вот эти вот вешали какие-то штучки делали блестящие какие-то такие вот вроде ничего их не пугает ничего какие-то колокольчики я вешала ничего их не пугает они ничего не боятся не знаю не знаю вот так вот так замучили ну ладно ладно я хорошие прощаю вам так вот так вот поболтала чуточку и посажены два четыре шесть семь растений посажены болталка закончилась вот и все даже не заметила как прошло время ой жарко сейчас я отключусь буду пить водичку соберу волос потому что я уже вся вспотела и буду продолжать свои дела а вы надеюсь у вас настроение хорошее после просмотра этого ролика после моей болтовни и вы остались таким хорошим настроением и будете продолжать свой день там не знаю когда вы смотрите с утра вечером всем всего хорошего желаю лето вот уже на носу у нас оно уже есть у вас на носу давайте будем наслаждаться им наслаждаться каждым днем наслаждаться радоваться всем 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 хорошим что у нас есть даже если среди черноты темноты есть что-то что-то вот такое малюсенькое хорошее акцентируйтесь на этом и так все пройдет таким способом все переживем все будет хорошо всего хорошего еще раз не забывайте ставить лайки подписывайтесь предлагайте мои ролики своим знакомым и ненадолго прощаюсь это я Оля из Греции и и и и и и и и